Стильный, модный, молодежный. Именно такие ассоциации вызывает данный смартфон. И неспроста, ведь ориентирован он на молодежь. Это не бюджетник, но и не флагман. Смартфон рассчитан на тех, кто хочет больше производительности, чем у бюджетников. При этом с хорошей камерой, да и чтобы выглядел как флагман. И стоил не очень дорого. Сами, конечно же, не растерялись и сделали вот такой вот нишевый смарт. Но недостатки у него, конечно же, тоже есть. Сильно ли он лучше того же актуального среднебюджетника Redmi Note 6 Pro? И сильно ли он уступает старшему брату, уже флагману Mi 8? Сейчас узнаем. Вы на канале Smart Plus. Начнем. Для начала открою секрет его популярности. Это же, конечно, цена. Если Mi 8 стоит на Алиэкспресс примерно 380 долларов, то Mi 8 Lite примерно 215 за черный цвет. Там же. В Украине и России, я смотрю, он дороже. Примерно на долларов 50. Я, конечно, за то, чтобы брать у нас, но сэкономленные 50 долларов думают иначе. И думаю, чувствуют лучше себя в моем кармане. Ладно, лучшие цены и в Китае, и у нас вы найдете в описании. А мы заценим его главные фишки. Это, конечно же, внешний вид. Берешь его такой в руку и понимаешь, что... Есть голобалка черная и синяя. В моем случае классический черный цвет. Но посмотрите, как красиво он играет лучами. Я думаю, что черный цвет подойдет деловым людям или любителям классической расцветки. Синий я бы не разделял на гендеры. Назовем его унисекс. Как-никак, они ориентированы на жизнерадостную молодежь. Подойдет как парням, так и девчонкам. У синего градиент переходящий в фиолетовый. Оба смартфона выглядят достойно. Но насколько это практично? Спинка стеклянная и отлично собирает отпечатки пальцев. На черном они даже более заметны. А вот торцы у нас металл. А еще, думаю, если носить без чехла, царапины найдут свое место на спинке. Он, конечно же, скользковат. И при падении ни спинка, ни экран не скажут вам спасибо. Хорошо, что уже из коробки в комплекте мягкий силиконовый чехол. Такие сейчас тренды. Красота, которую желательно прятать в чехол. В руке сидит удобно. Габариты и вес у нас стандартные для такой диагонали. Глобальная версия, как видите, из Китая идет в запаянной из завода коробки. Ведь прошивать продавцу его не нужно было. Я рекомендую брать именно глобальную версию данного смартфона, чтобы не было никаких проблем в будущем. В коробке у нас сам смартфон, зарядка на 5 вольт 2 ампера, кабель USB Type-C, чехол, скрепка, инструкция. В общем, стандартная, всямишная на сегодня комплектация. Главное в смартфоне то место, куда мы смотрим чаще. Да, это экран. Он у нас Full HD+, IPS на 6,26 дюйма, 19 к 9. Есть 2,5 для скругления. Ну и куда же без монобровей. Да, хорошо, что ее можно спрятать в настройках экрана. И она не будет бросаться в глаза. В ней датчики, фронталка и индикатор уведомлений. Это норма на сегодня. Да и не очень большой вырез. Если у вас не было смартфона с вырезом и вам не нравится, в принципе, привыкается быстро. Но чисто с эстетической точки зрения, многим это может не очень понравиться. А кому-то даже наоборот. Напишите в комментариях, как вы относитесь к ней. Реально интересно. Цвета экрана достаточно насыщенным. Без вырви глаз цветов. Углы обзора близки к максимальным. В настройках можно подрегулировать баланс белого. И активировать режим защиты зрения. Современные фишки это всегда хорошо. То, что тут IPS, лично я спешу занести в плюсы. Ведь тут не будет амоледовской пульсации. За что ваши глаза скажут вам спасибо. Теперь перейдем к одной из главных фишек данного смартфона. К производительности. Тут использован уже не новый, но очень неплохой процессор Snapdragon 660. С которым я хорошо знаком еще из обзора Mi Note 3. Да, проц не топовый. Оно и понятно. В Mi 8 стоит Snapdragon 845. Вот вам одно из главных отличий. Но скажу вам, что даже любителям поиграть данного проца вполне хватит. И танки, и пабк можно будет играть на высоких настройках. Но могут встречаться просадки в замесах. Потому оптимальный выбор средние настройки графики. И все будет летать. Нагрев при этом есть. Но в пределах допустимого. Оболочка тоже очень отзывчива. И в целом работать без нареканий. Хоть микрофрезы могут изредка встречаться. Особенно если оперативная память под завязку. В моем случае это 4,64 гигабайт памяти. И это на сегодня комфортное количество. С учетом цены. И есть также 6,128 гиг. Но думаю первый вариант более логичен. Если брать такое устройство. Глобальная версия поддерживает все необходимые частоты LTE. И по связи все отлично. Слышимость собеседника очень хорошая. Как и меня слышат тоже хорошо. Wi-Fi работает в двух диапазонах. Но я слышал, что тут легко можно ухудшать качество приема Wi-Fi. Если например держать смартфон в горизонтальном положении. Я проверил и действительно. Вот я держу смартфон так как я играю. Видим что уровень сигнала упал. Теперь отпускаю руку и все опять ловит отлично. У данного смартфона это особенность конструкции. Если у вас дома нормальный сигнал. Вы не ощутите ровно ничего. Если же у вас очень слабый сигнал. Роутер далеко. И вы любите поиграть. То у вас может это не получиться. В вертикальном положении конечно же ничего такого не будет. Учитывайте этот момент. Bluetooth 5.0. С поддержкой A5TX HD. К датчикам претензий нет. Их тут стандартный набор. А GPS превратит ваш смартфон в беспроблемный навигатор. Ловит спутники отлично. И да. Жаль. Но чего-чего. А NFC тут нет. Имейте в виду. В смартфоне гибридный лоток. Или две симки. Или одна. И карта памяти. Сканер отпечатка пальцев срабатывает действительно очень быстро. Скорость флагманская. Также отлично и быстро работает разблокировка по лицу. С ней можно вообще забыть о сканере сзади. Если включить активацию экрана по взятию смартфона в руки и разблокировку по лицу вместе. Будет отлично работать. Я пробовал в полной темноте. Тоже все хорошо. Звук. Он мне понравился. Я заметил, что динамик обладает достаточно объемным звучанием. Как для телефона у него вполне хватает низких частот. Громкость звука тоже в норме. Подключил наушники и сразу определил, что запас громкости в них тут тоже очень хороший. Таких затычках хватит всем. Более высокомные наушники тоже подключал. Тут уже немного потише. Но все равно нормально. Качество звука хорошее. Но есть возможность подправить эквалайзером при желании или пресетами. А вот отсутствие входа по 3.5 миниджек и потребность в переходнике немного смущает. С учетом того, что влагозащиты тут нет. Кстати, инфракрасного порта для управления техникой тут тоже почему-то нет. В том же Redmi Note 6 Pro все это добро присутствует. Теперь еще к одной сильной стороне смартфона. Камеры. Вот чем мы за эту цену должны остаться довольны. Замечу, что тут основной сенсор от Sony. АМХ 363. Который ставят также во флагманы. Например, в Mi Mix 2S, на который недавно был обзор на канале. И на Mi 8. На который мы тоже скоро, кстати, посмотрим. Так что обязательно подписывайтесь. Но подмечу, что хороший сенсор это еще полбеды. Ведь большую роль играют оптика и программное обеспечение. В более бюджетных смартфонах они могут быть немного проще. Для примера в фототехнике. Частенько хороший объектив стоит дороже самой тушки камеры. Телефоны тоже не исключение. Так вот, камера двойная. И если в случае с флагманом Mi 8 там есть оптическая стабилизация, в Mi 8 Lite ее нет. Только электронное при съемке видео. Если у Mi 8 хороший телеобъектив, который фотографируют в режиме боке, то тут фотографирует основной модуль, а замыливает задний фон 5-мегапиксельный помощник. Отсюда и ошибок будет больше, чем во флагмане. Тем не менее, ПО-камера позволяет регулировать степень размытия, выбирать разные режимы и ручной режим в том числе. Использовать искусственный интеллект. Это уже флагманские фишки. Сами фотографии, которые вы видите, достаточно хорошего качества, в хорошем освещении. Но в плохом немного будут уступать флагманам, хотя снимки далеко не бюджетные. Видео смартфон снимает вплоть до 4К 30 кадров, но электронная стабилизация будет работать при Full HD. Пример записи видео на Xiaomi Mi 8 Lite. В общем, тут немного есть шуму, конечно же. Full HD 30 кадров. Пример записи видео в темное время суток на смартфон Mi 8 Lite. Освещение у нас слабое, как видим, фонари. Full HD 30 кадров. Идет снежок, зима красавица. Ну и вот смотрим такое качество. Я заметил, что шумы достаточно сильно проявляются, но, в принципе, это ожидаемо. Фронтальная камера на целых 24 мегапикселя. И тут это станет одной из причин для покупки данного смартфона. Ведь за эту цену мало аналогов могут предложить столь неплохую фронталочку. А ведь Инстаграм-то никто не отменял. Потому многие, особенно прекрасная половина, оценят ее. Сенсор хороший, достаточно светочувствительный и дает отличное качество, особенно при нормальном освещении. Также можно включить режим боке. Даже при не очень хорошем свете будет неплохой результат. Так что, однозначно, фронталочка тут хорошая сильная сторона. И мне кажется, так как смартфон ориентирован на молодежь, и был сделан упор на фронтальную камеру. Батарея. Здесь она 3350 мА. Поддерживается быстрая зарядка. Но мы-то помним, что зарядник у нас на 5 вольт 2 ампера. Потому, если нужна быстрая зарядка, нужно будет докупить такой блок. А так, от 0 до 100 зарядится чуть меньше, чем за 2 часа. В среднем мы получаем 6 часов активного экрана. И на целый день использования хватит большинству пользователей. Но при очень активном использовании, будь то игры или видео нон-стоп, нужно будет подзаряжать. Ну что же, теперь подведем небольшой итог. Я вот задумался и понял, что данный смартфон эдакая смесь Redmi Note 6 Pro и Mi 8. Искрестив их, мы получим именно такой смартфон. Процессор ровно посредине между ними. Камеры тоже можно сказать. Вроде бы и хороший модуль основной, но немного не дотягивает. Ведь в Mi 8, напомню, и оптический стаб, и хороший телефотообъектив. Тут немного проще, но и качественнее, чем у среднебюджетных смартфонов. Разъем для зарядки Type-C, как у Mi 8. Внешность тоже складывает впечатление дороговизны. В общем, вы поняли, смарт занял нишу ровно посредине между флагманом и среднебюджетным смартфоном. А сейчас рубрика, что не так. Во-первых, нет NFC. Во-вторых, нет оптической стабилизации в камере. В-третьих, совсем немножко батареи бы хотелось побольше. Ну и по поводу практичности материалов корпуса, тоже немного спорный момент, но это на любителя. Также отмечу отсутствие входа под 3.5 миниджек, а также отсутствие инфракрасного порта. А в целом, как итог, если вам нужен более производительный смартфон для игр или быстрой работы, чем в средней линейке, а еще вам важны камеры, вам не нужен NFC или бюджет не дотягивает до флагмана, но хочется немножко большего, то это ваш выбор. Главное, что мы уяснили, что он действительно стоит своих денег, если посмотреть на рынок в целом. Но как же обойтись без... мнения нашего местного эксперта? Опа! Привет всем! Короче, я снимаю жилплощадь в этом смарте, но скоро меня будут выселять. Ведь я восьмой андроид, а вместо меня поселят девятого. Ну и фиг с ним, пойду жить в другой смарт. В дуге какой-то или юмиджи. Короче, не поминайте лихом. Эх! Да шутка, меня просто обновят до девятки. Готовьтесь, тогда я дам прикурить всем. А вы пока подписывайтесь на канал и ставьте лайк роботу. Поговаривают, что тут собирается сравнить камеру Redmi Note 6 Pro с айфоном за 1200 баксов. Смешно. Я же уделаю яблочко. Может. Надеюсь. В общем, пока. Пойду готовиться. Субтитры сделал DimaTorzok